всем привет с вами slim в этом выпуске у нас будет небольшой гайд по экипажу информации очень много но я постараюсь как-то все сжать вложиться в несколько слов помимо этого нас будет лайфхак хочу вам показать как при пересадке экипажа с одного танка на другой не тратя золото перебучив экипаж всего лишь за серебро можно получить на новой машине топовый стопроцентный экипаж я думаю многие опытные танкисты этот секрет знают но все-таки надеюсь что этот лайфхак будет полезен для большого количества народа как и будет полезен сам гайдик по экипажу для новичков которые только начинают играть в world of tanks и еще не поняли зачем мы пересаживаем экипаж с одного танка на другой и при этом почему его еще надо переобучивать в общем достаточно долгое вступление у нас получилось давайте уже стартанем друзья когда мы играем в world of tanks в боях мы зарабатываем не только боевой опыт необходимый нам для исследования следующего танка по ветке в боях мы также еще зарабатываем опыт экипажа который необходим для прокачки экипажа как видите все достаточно просто экипаж кстати в игре у нас разделен по нациям соответственно мы не можем использовать танки экипаж французских танков на немецких и наоборот также экипаж у нас разделен по классам техники в игре у нас доступно 5 классов техники это легкие тяжелые средние танки птсал и артиллерия в рамках одной нации пересаживать экипаж с одного класса техники на другой мы конечно же можем при пересадке экипажа с одного танка на другой нам необходимо его переобучивать переобучивать мы можем его за серебро при этом на новой машине мы уже получаем 75 процентный экипаж соответственно те навыки и умения которые у вас например были до этого изучены они у вас не будут работать пока вы экипаж не прокачайте до 100 процентов помимо этого машина у вас будет заниженными характеристиками те характеристики которые указаны нас в игре они указаны при учете что у вас сидит там стопроцентный экипаж 75 процентным экипажем не обученным за голду у нас будут штрафы понижающие характеристики нашего танка другими словами ваша машина будет дольше перезаряжаться с меньшим обзором медленнее набирать максимальную скорость и т.д. и т.п. поэтому переобучивать экипаж при пересадке его с одного танка на другой за золото как бы вы понимаете очень выгодно да мы получаем сразу же на новой машине стопроцентный экипаж с первого боя у нас качаются перки все изучены до этого навыки и умения у нас конечно же работают но недостатком этого способа переобучения является его дороговизна пересаживать экипаж нам приходится достаточно часто пока ты прокачаешься с 1 по 10 уровень ты отыграешь на 10 машинах и каждый раз пересаживать экипаж и переобучивать его за золото может позволить себе далеко не каждый танкист я уверен что 90 процентов танкистов как минимум в рандоме переобучивать экипаж как и я за серебро да приходится дальнейшем качать эти 25 процентов но зато мы не тратим драгоценное наше золото но есть способ как при пересадке за серебро получить на новой машине уже стопроцентный экипаж и об этом я расскажу конечно же конце видео так ну продолжаем наш гайдик друзья после того как экипаж у нас станет стопроцентным вот у нас в ангаре возле лица нашего командира загорается такой желтый плюсик вот он открывает нам доступ к навыкам и умениям они же перки о них я много говорить не буду потому что это действительно обширная отдельная тема но вкратце хочу сказать что навыков и умений бывает очень много вот заходим в них навыки и умения вот мы видим что нажав на этот плюсик я могу выбрать следующий свой перк вот у вас возможно он будет первый у меня например на девяностике он 5 уже вот соответственно навыки и умения они бывают разные но вкратце они улучшают характеристики нашего танка на немного но тем не менее это иногда может сыграть свою роль перки бывают разные некоторые из них улучшают обзор другие улучшают маскировку некоторые ускоряют точнее уменьшают время ремонта гусениц или всех модулей вашего танка что в итоге иногда может вам сберечь хп или же сохранить жизнь в бою и вы сможете затащить другими словами прокачанный экипаж улучшает характеристики нашего танка что позволяет нам более эффективно проявлять себя в бою где-то кого-то пересветили где-то стрельнули из куста на на пт до благодаря перку маскировка нас не обнаружили соответственно стоим невредимые и продолжаем накидывать дальше где-то перезарядились быстрее противника благодаря перку боевое братство и вот эти доли секунды нам принципе сохранили жизнь соответственно перки качаются очень долго качаются они поочередно и прокачать все перки на одном экипаже миссия практически невыполнима поэтому когда вы выбираете себе первый или очередной перк надо выбирать его со знанием дела в первую очередь отталкиваться от класса техники если вы выбираете перк для лт первым по дефолту как правило все выбирают перк шестое чувство она же лампочка вот очень важно она показывает что вас обнаружили соответственно вам надо уходить в укрытие или прятаться потому что сейчас по вам начнут стрелять в дальнейшем на лт как правило берут обзор и перк маскировка если это какой-то низкая не громоздкая лт с хорошим коэффициентом маскировки дабы улучшить его самые сильные стороны для пт как правило берут маскировку и для тяжа чаще всего берут ремонт в зависимости от класса техники надо выбирать нужный вам перк дабы улучшить сильные стороны вашего танка другими словами я думаю многие новички уже поняли что прокачанный экипаж в нашей игре это очень хорошо он на вес золота и никто в этим точно не стоит ценить его и не забывайте пересаживать его с одного танка который вы уже прокачали на другой который вы только что купили и конечно же надо переобучивать думаю многие новички просто делали вот откатал на 90 ки 90 к не нужен буду продавать вот исследовал 105 105 покупали например с новым экипажем соответственно прокачанный экипаж 90 к с несколькими перками сидит там наверно полиция в казарме не друзья продали 90 к забрали экипаж него пересадили его на 105 переобучили и уже на новом танке у нас будет экипаж с несколькими перками соответственно это будет давать вам определенное преимущество единственная проблема что когда вы переобучите за серебро перки будут работать не сначала но сейчас мы плавно переходим к тому лайфхаку которыми я говорил вот как же можно переобучить экипаж за серебро и при этом сразу же с первого боя получить его стопроцентным на новой машине друзья когда вы докачайте экипаж до ста процентов у вас появляется плюсик с предложением выбрать новый навык и умения не делайте этого просто не делайте этого если вы хотите на следующей машине получить более прокачанный экипаж выше чем 75 процентов или при определенных раскладах стопроцентный экипаж дело в том что когда мы выбираем плюс у нас выбирается очередной навык и умение вот играя в боях мы зарабатываем опыт экипажа и этот опыт экипажа идет вот на этот крайний перк который постепенно набирает свой процент и растет таким образом мы укачаем если же мы не выбираем этот перк у нас будет гореть этот плюсик и мы также продолжаем играть в боях зарабатывая опыт экипажа он никуда не исчезнет до перк мы не выбрали но при этом опыт экипажа будет просто-напросто накапливаться на этом плюсе при пересадке экипажа с одного танка на другой переобучая его за серебро мы получаем 75 процентный экипаж вот до того чтобы прокачать этот 75 процентный экипаж до стопроцентного необходимо определенное количество опыта я не знаю какая сумма точно в консольных танках заложено но в пк версии эта сумма составляет чуть более семидесяти тысяч опыта ну к примеру 79 тысяч опыта вам необходимо чтобы прокачать экипаж с 75 процентного состояния до стопроцентного соответственно когда вы играете в боях вот и на этом плюсике на как накопите 79 тысяч опыта купив новую машину пересадив туда экипаж за серебро вот тот опыт эти 79 тысяч опыта которые вы накопили на этом плюсике они автоматом при переобучении за серебро пойдут во основную специальность другими словами таким образом вы получите стопроцентный экипаж если же вы на этом плюсике вот не наберете 79 тысяч опыта эта сумма будет меньше все равно вы будете как бы преимуществе вот вам этой суммы например не хватит но при этом переобучив экипаж за серебро вы получите уже не 75 процентный экипаж например 90 процентный да то есть если сумма опыта будет меньше например вы набьете всего лишь 40 тысяч опыта на этом плюсике но тем не менее с 90 процентов экипаж экипаж у нас уже будет более способный прокачать его до 100 процентов его еще проще на низких уровнях этот лайфхак особо не работает потому что там техника прокачивается достаточно быстро опыта много вы там не заработаете соответственно вот этот лайфхак я советую использовать где-то начиная с шестых уровней там уже у вас будет более прокаченный экипаж там уже более длительная прокачка самой техники и соответственно набрать большее количество опыта на этом плюсики вам будет проще на этом не все я надеюсь этот лайфхак и гайд будет кому-то полезен вы оцените его лайком подписывайтесь на мой канал если вы еще этого не сделали до новых встреч всем пока